Восемь часов утра по местному времени в Ульяновском речном порту пришвартовался Алексей Толстой. За кормой круизный теплоход оставил Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Следующую остановку сделает уже в Самаре. Сегодня это не просто тихая круизная прогулка. На своем борту Алексей Толстой везет в Поволжские города информационную безопасность. Ежедневно огромный поток электронных данных курсирует между различными учреждениями. Утечка информации и проникновение вредоносных программ, вирусов – болезненный прецедент для любой компании. В особенности для структур власти и других государственных ведомств. Технологии не стоят на месте. Новейшие разработки, способные нанести вред, появляются практически ежедневно. Защита канала в связи от компьютерных атак – задача номер один. Чтобы ее решить, необходимы технологии, опережающие хакерские программы. Сейчас, после подписания соглашения, нам дадут это опробовать устройство. Это не говорит, что мы его приобретаем, потому что есть закон о защите конкуренции, где мы обязательно проводим торги. После того, когда будут проведены торги, будет приобретено оборудование и будет установлено в органах власти, в органах местного управления. Сотрудничество, пусть даже и в тестовом формате, государственных ведомств с поставщиком услуг безопасности, безусловно, базируется на надежности второй стороны. Хорошие рекомендации – это охват пространства внутри страны и комплекс предлагаемых технологий. Информационная безопасность – это оборонный комплекс в интернет-пространстве. Поставщик такого вооружения должен быть осведомлен в достижениях не только коллег, но и виртуального противника. Наша задача, помимо активной работы через партнеров, как я уже сказал, работать напрямую с конечным заказчиком, получать вопросы от заказчика, пожелания по развитию продукции, ну, соответственно, со своей стороны давать оперативные комментарии по тому, что происходит в области информационной безопасности в России, куда, собственно, эта область деятельности развивается. Годовой договор о сотрудничестве между 73-м регионом и компанией-разработчиком предусматривает способы защиты информационной инфраструктуры, взаимодействия с федеральными ведомствами, а также предоставление различных средств защиты межведомственного обмена данными. Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73.